Добрый день, уважаемые земляне! Добрый день, дорогие инопланетяне! Да, пора привыкать, что мы с вами все инопланетяне. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию замечательного автора Лизу Ренея и ее новую информацию, можно сказать, свежую, как пирожок. Это восстановление энергетического баланса за июнь 2015 года. Нам эта информация очень поможет. Дорогая семья Вознесения, за последние 6 месяцев наша планета интегрировала поток божественного огня воды универсальной жидкой световой плазмы. Универсальной жидкой световой плазмы. Переданы через универсальные золотые врата, открытые в момент пересечения Солнцем в созвездии Змееносца. Во время этой передачи многие из нас ощущали напряжение, что вело к личностному и планетарному дисбалансу. Некоторым из нас могло показаться, что они сдались, но только чтобы открыть еще один уровень. Откровение также происходит для тех, кто с других измерений перекачивал ресурсы, а теперь им указывают на дверь. В это время нам оказывается большая помощь в исцелении оставшихся ран и восстановлении энергетического баланса, поскольку нас ожидает новый век. Золотые врата к вечной жизни открываются в конце циклов прецессии и начинают изливать универсальный эликсир, вдохновляющий многие измерения и окончательно закрепляющий свое живое сознание в мире Матери. Кристальные воды являются вечно живыми водами, струящимися в первые вечные сознания, спускающие небесный дух для воплощения физической материи. Во время девятого этапа галактического зодиака Змеиносца эта передача повлияла на архетип священного целителя ран в период Духовного Вознесения Человечества. Это означает, что все внутренние раны, гендерные или сексуальные проблемы и энергетический дисбаланс вышли на поверхность, чтобы быть замеченными. Нерешенные эмоциональные конфликты или проблемы тела боли, касающихся священных ран, будут усилены в нашем сознательном понимании, а также отражены в коллективных паттернах сознания. Чтобы вернуть энергетический дисбаланс нашему физическому, эмоциональному, ментальному и духовному Я, мы должны увидеть энергетический дисбаланс как в макромире, так и в микромире. Он действует как катализатор, чтобы увеличить наши усилия и намерения исправить этот дисбаланс в самих себе. Как правило, это происходит, когда мы не хотим больше чувствовать боль. Мы интересуемся природой боли и предпринимаем шаги, чтобы излечить наше тело боли. Многие из нас могут обнаружить дисбаланс прошлых циклов, которые мы начинаем сейчас осознавать. В результате проблем с членами семьи или людьми, связанных с нами в прошлом, эти проблемы должны быть разрешены или завершены. Это проявляется как пересечение линий времени, которые встречаются вместе в определенной точке. Мы находимся в завершающемся и начинающемся циклах. Последний этап изменил события, приводя нас в соответствие к новым возможностям нашего будущего на планете Земля. Ключевым вопросом теперь является восстановление энергетического баланса, основных событий и отношений в нашей жизни, поскольку мы соединяемся в сингулярности. В это время мы можем собирать урожай накопленных нами положительных и отрицательных действий и поведений в предыдущих линиях времени. Если мы не уделяем внимания внутренним изменениям, которые должны произойти для роста и перехода к следующему этапу нашей прогрессивной линии времени, это может проявиться как статическая или мертвая энергия, выражающая в болезнях тела. У некоторых людей проблемы могут возникнуть без соответствующего контекста вознесения. Они могут испытывать физические проблемы, описанные в трехмерном медицинском мире как болезни или заболевания. Большая часть их является результатом того, что сознание отказывается расти. Трехмерный медицинский ум будет склонен немедленно лечить эти симптомы вознесения или эмоциональные блоки обезболивающими препаратами или операциями. Эмоциональные раны, духовное угнетение и энергетические блокировки действительно являются причиной многих заболеваний. Чтобы исцелить себя, мы должны обратить внимание на наши боли, нерешенные эмоциональные проблемы, энергетические блокировки в нашем теле. Энергетические блокировки проявляются в нашем теле как области, которые постоянно повреждаются, беспокоят, болят или проявляют паттерны болезней. Для того, чтобы найти энергетические блокировки, нам нужно избавиться от дисбаланса в физическом, ментальном, эмоциональном или духовном теле и обратить внимание на то, как мы можем улучшить энергетический баланс наших тел. Мы должны изменить образ мысли и привести нашу внутреннюю боль к нейтральной чистоте и принятию. Энергетический дисбаланс накапливается долгое время вследствие того, что мы оставались на неправильном жизненном пути, делали то, чего не хотели и действовали вопреки нашей истинной духовной цели. Когда мы сопротивляемся изменениям и чувствуем себя жертвами, когда мы сравниваем свой жизненный опыт с другими, сравнение, как это должно или не должно быть, мы несчастны. Чтобы исцелить себя, мы должны узнать о своей истинной природе и сделать все возможное, чтобы согласовать свой образ жизни с обстоятельствами, при которых мы можем прощать и которые мы принимаем, что ведет к большему миру и радости. Не имеет значения, что происходит с нами сейчас, принимая свое текущее положение таким, какое оно есть, и постоянно сосредотачиваясь на более высоких качествах и свойствах, мы можем преодолеть все. Жизнь в мире и радости, находя нейтральную точку, даже когда вокруг хаос и боль, несет положительные энергии. Это ведет к энергетическому балансу в нашей жизни. Внутренний энергетический баланс излечивает наше тело, поскольку позволяет духовной энергии лучше циркулировать по всем частям тела и выселять, выселять темные конструкции. Ключ к сбалансированному здоровью и здравому уму восстановления энергетического баланса во всех многомерных частях тела, физических, эмоциональных, ментальных и духовных нашего сознания. Никто не может сделать это за нас. Мы должны быть готовы учиться и прилагать все усилия, чтобы добиться этого для самого себя. Этот принцип верен для всех типов тел. Восстановление энергетического баланса – это процесс, который несет лучшее здоровье, живучесть, благополучие, интеллект и энергетический поток во всем. Мы можем думать об энергетическом теле как человека, так и групп, сообществ, организаций, городов, округов, государств, стран и всей планеты, ну и кто помощнее, и галактики всей. Принципы управления универсального закона энергетического баланса применяются и действуют соответственно на каждом уровне, является ли он отдельным человеком, группой или планетарным телом. Все взаимосвязано и взаимозависимо. Мы можем рассматривать это как внутренние принципы энергетического баланса. Они – неотъемлемая часть воплощения кристального сознания и космического верховного закона единства. Чтобы восстановить естественный порядок биологически и духовно расширяющегося сознания, мы должны учиться жить на основе принципов энергетического баланса. Неважно, насколько хаотична и беспокойна окружающая обстановка, мы можем достичь этого внутреннего баланса даже в самых безнадежных ситуациях. Принципы энергетического баланса должны включать применение пар противоположностей, гендерных принципов мужских и женских энергий, являющихся аспектами мироздания. Чтобы вернуться к энергетическому балансу, мы должны понять, что священный брак между гендерными принципами существует внутри каждого живого существа и не должен быть проигнорирован или отклонен. То есть в одном мужчине живет и женский принцип, и мужской, и они должны быть объединены. Если мы отказываемся, злоупотребляем или игнорируем принципы энергетического баланса, мы увеличиваем вероятность болезней, беспорядка, смуты, мутаций, миазм, вмешательства, демонического влияния и в конечном итоге смерти и уничтожения. Этот энергетический дисбаланс проявляется как причина всех больших проблем, беспокоящих все человечество сегодня, таких как войны, болезни, бедность, невежество, дискриминация, рабство и одержимость, привязки и зависимости. Продолжение следует...